Девушки отдыхают Я не заметил, что порой как-то хромал Я тоже капитанской Теперь повязка у Артема Цюбе И надо еще одну деталь перед началом второго тайма Сказать, что Андрей Тихонов, один из помощников Валерия Георгиевича Карпина Прибегал К группе, которая разменялась в перерыве И о чем-то беседовал Довольно долго с Диером Беллидином Только с ним Ну, Беллидинов, если в запасе, значит, конечно Какой-то отрезок на поле готов провести Не для же устрашения Его туда сажать, правда? И не для того, чтобы Там Озабочивать какими-то вариантами, умозрительными Соперник Вот я смотрю, что он сейчас пошел Степенно разминаться мимо Дениса Напомним составы, актуальный команд У Спартака в воротах Артем Ребров Защитники слева направо Дмитрий Камбаров Маркус Рохо Марек Сухи и Евгений Макеев Полузащитники в центральной зоне Брызгалов и Криока На флангах Ари и Магнити Они иногда меняются местами Но Магнити в основном слева А сейчас вообще в центре и впереди Зюба и Эменики Зюба в первом тайме забил голову Второго надел капитанскую повязку У ЦСКА Игоря Генфеев Капитан Он и в воротах В центре обороны сейчас играют слева Виктор Васин Справа Алексей Березуцкий В центре Слева на фланге уже Щенников Справа работает Набабкин В центре поле В опорной зоне Хонда и Вернблум Слева Тошич Справа Муса Они местами не менялись И два нападающих Нецит и Дубья Главный арбитр матча Алексей Николаев И из основных событий первого тайма С точки зрения судей Нужно отметить, что Желтую карточку получил В частности Дмитрий Камбаров Который после этого Уже мог получить В общем-то и вторую Не то чтобы обязательно должен был Но по нему не видно Чтобы он Начал как-то осмотрительнее Что в общем-то и неудивительно Ему немножечко не хватает Навыка выбора позиции Для игры в обороне Так, а теперь еще и Сергей Брызгалов Получает повреждения у Спартака Брызгалов Порой Ну травмируется порой чаще Своих партнеров Он продолжает сейчас хромать В центре поля Назовем запасных У Спартака в запасе остались Серхио Родвигес Сослан Гатагов Александр Зотов Деми Дезеов И Деньяр Белерединов В общем, по сравнению С запасом Последних двух-трех матчей У Спартака это почти сборная мира Послушай, Сергей Родригес Ты как раз на поле Под третьим номером Маркус Рохо в резерве Значит, Маркус Рохо Да, Родригес на поле Да, Родригес на поле У ЦСКА Сергей Чемчугов Дэвида Шемперес Александр Цауни Евгений Алдонин Элвер Рахимич И Секу Олис Вот как раз Родригес Его воздух Это его сильная страна Это не самая сильная страна Домышев Это, пожалуй Батин Березуцкий Пришел на скамеечку Не могу сказать, что он прихрамывает Но не могу сказать, что он такой легкий Поруженистый поход Но образ Галов вышел Изобразил и поле Спартак сейчас в десятером И ему оказывают помощь Спартаковские медики При этом в зоне разминки Находится Дэвид Дузев И так поглядывает на поле Ему же место Прозгаловал, делает заморозку Правой стопы Там в подкате Вернблум Его немножко укусил За это место Но эпизод был, повторюсь, вполне Житейский Бывает Ну вот интересно Выпустил все-таки Не Шембереса в центре обороны А Виктора Васина, да? Леонид Слуцкий Причем реакция была мгновенная То есть он даже не колебался Как-то стало понятно Что у Василия Березуцкого Причем реакция Скажи, а Дэвид Дезев Все еще разминается Среди вот троих разминающихся? Да-да-да Но у него нет шансов Потому что Потому что в невиданном тебе секторе За Спартакской скамейкой Александр Зотов Тянет ноги Мышцы ног И я думаю, что если выйдет То именно он Да, мы же должны Дегонеров еще мечтать На двойную замену Сейчас вряд ли конечно Пойдет Карпин Как Зюба проходит И пас получит обратный Зюба не пошел вперед Достаточно целеустремленно Он зачем-то Обернулся Видимо думал, что Может быть ему В подпище потребуется сыграть Зюба Упал Щенников В борьбе С Макеевым Я абсолютно ничего Не хочу сказать Как это может повлиять На ход матча И вообще повлияет ли Но Спартак Определенно свежее Причем значительно Но эта картина Не новая для нас В сегодняшней игре В первом тайме То же самое Только вот ЦСКА очень долго Вел в счете Это да 20 минут Именики Макеев Арим Не слишком ЦСКА сопротивляется Контролю Спартака Просто наблюдает Тори удар Не то чтобы совсем рядом Со штангой Но вот эта зона Между защитниками И полузащитниками Сейчас ЦСКА Была оставлена И удар Подготовлен Не попал Да Но ведь Мог бы Именикин Какая-то небрежная Скидка у него получилась Зюба Сам себе делает мяч Артем Как пошел танком И успевает Ченников Молодец Но на длинном шаге Зюба сразу ушел вперед От Ченникова А потом тот Быстро-быстро Его догнал Вот этот эпизод Не сдался Дюргий Молодец Нецит Расскал Сейчас Нецит Засадил Слышно было На ноге Дубия Кондо Ну вот сейчас Хороший шанс У ЦСКА Первая атака В сегодняшнем Втором тайме Муса Нужно идти в обыгрыш Муса Нет Не получается Получается И подачу Здесь в касание Сделать был Кэш почти невозможно Главой Да Потому что мяч прыгал Но Набабкин Выживал за тут Таким образом Максимум Да Муса На какой-то своей планете Пока пребывает Главой Подача Лебров Договорились Армейцы С Лацо О его переходе О его продаже За выгодную им сумму Но представители клуба Армейского Уже это опровергли Причем провергли Саркастически Артем Лебров Как посмотрел Как Кощей С детской сказки Ужас Ну в костюме Кощей Всегда так Выпирали ребра Заметь Очевидно Подача Никто не сумел Нанести удар Толком Удар от ворот Думбия Навязал ему борьбу Брызгалов И Думбия не смог Как-то принять мяч Плавно И снова Брызгалов Вовремя борется Фонда Муса сводил флаг Но кому? Фонде Да Но там долго-долго было бежать туда И странно, что Крайний защитник не пошел А Бабкин на месте застыл Армейские защитники Пока еще вообще в эти атаки не бегали Столько не считать стандарт Совершенно точно А вот и Макеев Со своей стороны Уже много-много раз прибегал Неоцет Вот сейчас на правый фланг Прострел Нарушение правил Штрафной Это очень опасно Али не успел выбить мяч Попал сопернику по ноге Ты как роскошно попал Виктор Васин Штрафной Тоже заглянул туда Посмотрим-посмотрим Это очень интересно Дошич Гол 2-1 Ничего себе 2-1 ЦСКА Дубль Тошича А был рикошет Задел мяч в верхнем углу стенки Да, вот сейчас это было хорошо видно Слушай, если это Ари Это Ари Ари Кашет И первый гол Привет, Ари И второй Я бы сказал еще Что, конечно На самом деле Конечно, по футбольным правилам Эти голы Засчитываются Как голы Тошича Безусловно Безусловно Но, тем не менее Это третий автогол Спартака подряд Да, от своего все-таки Это были решающие касания Согласись Конечно Конечно И в первом случае во втором А вот сейчас Я должен сделать Свою фи Дениар Белядинов Пошел к собаке Спартака Мимо тебя, между прочим А ты молчишь А я смотрел на Нику Пареху Который сейчас тоже Мимо меня шел И он шел с мешочком Там явно лед И держался он за шею То есть, видимо Вот Именно шею-то он и повредил Потому он и не играет А Дениар-то пока водичку пьет На скамейке Поэтому я не ошибаюсь Да Но разбинку он закончил Макеев пошел вперед Подача И Мениге Вот Махнул кувалдой Чуть-чуть выше цели Да Белядинов Надевает Недостающую Для игровой Футбольную амуницию А именно щитки И синхронно это делает Секу Олиса Синхронно с Дениаром Макгиди не догнал мяч Оказалось мог Бонда Теряет мяч Макгиди Мотает защитника Но не проходит он Щенникова А это был Тошич Простите Гораздо уверен И Спартак реагирует На вот второй пропущенный гоп Потому что с первым То сложности были Со свращением в игру А сейчас они бегут И Едва не забивает Ари Чувство смятения Он не испытывает Особенно Да По-прежнему Армейские защитники Проигрывают воздух Но вообще Я скажу Что таких классных Подач Стабильно На стабильном уровне Давно Всполнить Спартака Не видел Да Но И проигрывают Воздух Раз А второе То что Эти подачи Без какого-либо Прессинка Со стороны ЦСКА То есть ты имеешь Что-то на конях Дают играть Конечно И опыт Крайних защитников В этом плане повинны Будет замена Соколисы Точно появится И вот сейчас Шустиков Еще и сказал Жека Готовся А Жека Это Алдон Ну Понятно Что Алиса Заменит Мусу Белелединов И он меняет Кариоку Как-то так Припадает на правую ногу И удивительно Не бежит К Белелединову Обычно Он уходит С поля По кратчайшую Траекторию Ну и учитывая Что в составе Спартака Нападающих Как таковых нет Правда На поле Три Поэтому Как-нибудь Разойдутся Я думаю Полагаю Что тем самым Карпинг Дает себе Возможность Случай чего Выпустить Дезеова Это я имею Ввиду Что на поле Есть еще Брызгалов Который получил Легкое повреждение Ну и вообще Дезеов Сейчас Пожалуй Наиболее авторитетный В запасе У спартаковцев А вот момент Чтобы Мусам Поле покинул И появился На нем Секу Олиса Традицинская замена Вместо Ахмеда Мусы Номер 18 Будем надеяться Что это позволит Армейцам Активнее Переводить мяч Контратаку Это раз Во-вторых На мой взгляд Цеку Гораздо Больше удовольствие Испытывает Выгрел У своих ворот Нежели Но все равно Это измеряется Чайными ложками Это да Но Совершенно Усал Совершенно Был незаметен В бороде Совершенно Он редко Туда опускался А вот сейчас Крайнему защитнику Просто необходима помощь И выше Жизеку Как мы с темах Макеев бросает Из-за боковой Объединение Мейки ушел Направо И уже не в первый раз Он там появился Правее Да Идет игра От Зюбы Да Левее Андрей О, Андрей Ари А вот Белелезинов Как-то так Под нападающим Судя по всему Зюба Не позволяет сопернику Выиграть мяч Но и Понтус Не сдавался В итоге мяч Загнали на бровку А здесь Зюба Хорош С левого фланга Подключается Не видно Этого бота Камбаров И Это Виктор Васин По-моему Не позволил Никому Добраться До мяча Да Очень по-взрослому Ничего себе У Акинфеева Мяч срезался Так не часто бывает Прямо на Валерия Карпина сыграл Ну вот Ижека готов Пошел Евгений Алдонин К Леониду Слуцкому А потом на поле Неплохо Если он прыгает То и дело Вообще Вот тогда В последнее Как-то время Все время Было ровно А может С ногами Что-нибудь У футболистов Даже не знаю Что и ответить Так Дзюба прибежал Для того Чтобы водички Попить вместе С Макеевым Тут дело Как раз Вот в этой дымке И вот Умыться Мешает И по-моему По-моему Судья сейчас На некоторое время А нет Вот он Я думаю Что он вообще Его остановил Нет Дубия уходит Да Сейду Не знаю С чем это Может быть связано Но я был уверен Что Алдони Заменит Не Прямо по позиции Кого-то из центральных Полузащитников А кого-то из Атакующей четверки Номер 22 Я думаю Брызгалов Сейчас играет Жестко Это карточка Вперед Ногой Прямой Слишком Опрометчиво За это Можно бы Прямую Красную Было Получить Я хотел Сказать Что Сейду Дубияр Не остался На скамейке Он прямиком В раздевалку Отправился Он кстати Вперед Поменял Бутсы Голубые На желтые Пас Вперед Здесь Тошич В офсайде Тошич Не часто В офсайде Как правило Он не является Адресатом Такой последней Обостряющей Передачи Магнитим Сам идет Тошич Угловой По-моему Не собирался Он его исполнять Но Спартаковцы Настояли В середине Второго тайма Магнитим Подает угловой 2-1 В пользу ЦСКА Отдача Удар Прямо в руки Ахинфеева С наклонением Дзюба Белой Тяжело было Конечно Направить мяч Точно И сильно Тянулся За мячом Да Ответ ЦСКА Супсим Толчок Усмотрел В действиях Тошича Алексей Николаев Пас На именнике Ахинфеев Страхует Своих Защитников Супсим Ну вот Два Странных решения Алдонина И Макеев Именнике Не мог Бежать За этим Мячом Он находился В офсайде Аут В пользу ЦСКА Вот так или иначе Но с выхода Малдонина Вывоз Набалетный игрок В центре У ЦСКА И пока Пока Игра Спартака Стала более Хаотичной Не знаю В связи ли с этим Или просто Это западение Или просто Пауза Потому что Конечно В том тэпе В котором Красно-белые Ввели игру Начиная минута С 35 Пауза Какие-то Необходимы Вполне вероятно Что это Ответный ход На Выход Белеледина Зюба В офсайде Который Сейчас Совершенно Не видно А Алдонин Я не могу сказать Что играет Персонально Против него Но по крайней мере Старается быть В той зоне Где играет Я Нецет Принять мяч самому И развернуться Еще Это конечно Очень сложная Задача Вот Алдонин Это он Мяч Отк Очинников Догнал Армейский дух Родрим Ну Ты так Щенников Назвал Я назвал Всю эту ситуацию Так Сяком Алдонин Попробовать ударить Рикошет Опять Рикошет На сей раз Слибров Мяч подобрал Магите Зюба Слева Направо Справа Налево Перемещается Теперь у На правой бровке Еминники В центре Ари Макеев Макеев А я хотел Отметить Как синхронно Два центральных Защитника Сейчас Работали В этой паре В этой паре Алексей Березунский И Виктор Вась Команда И два Крайних Поднимаются И все И офсайд Привет Там ситуация Была несложная Даже команда Не нужна Была Дзюба Замешкался С этим Приемом Мяча И Уже Понимал Что Если Быстро С ним Не Расстаться То Могут Отнять Не было У него Времени Оценить Позицию Гиди Что Делает На поле Белелединов Может быть Такая Ран Сдавать Эти Вопрос Но Как-то Смущает Уже Минута 15 Как Здесь Ну Мы Не знаем Сколько Он готов Все Таки Он Пропустил Из-за Травмы Некоторое Время Ну Разве Это Может Слушать Оправдание А Вы Пускают На Главный Матч Ну Почему Это Оправдание Я Не Оправдание Я Просто Размышляю Чем Это Может Быть Вызвано Какие Могут Быть Оправдания Но Предположим Вообще Никто Ни В чем Не Был Виноват Ни Разу Но Проигрывать Все И еще И прострелил Проигрывать Спартаку Нельзя В принципе Если он Серьезно Борется За серебро И я бы еще Сказал Дополнительно Что Такой матч Обидно Проигрывать Спартак Играет С большим Преимуществом Ты думаешь Да Я думаю Я уверен В этом Сколько ударов Сколько атак Было Совершенно Разнообразно Но В первом тайме Мы увидели Две очень хорошие Комбинации ЦСКА Сейчас Просто По счету Команды Да Совершенно верно Но Не переживает По этому поводу Мяч отдали И смотрят С этим Я не спорю Иначе Счет был другой Я говорю О картине игры Спартак Мощнее Спартак Быстрее Спартак Работоспособнее Достаточно Остро При этом Сегодня Играет Но Довольно Часто Это не влияет На счет Бывает Такое Да Клинист Обратил внимание Я же говорил Об эмоциях Что обидно Проигрывать Понятно Что здесь Невозможно Тут Один читатель В конференции Знаешь Написал Что Челси Открыл Способ Огры Против Барселоны Почти Плотная Оборона И Полная Реализация Моментов Я бы написал Что если Способ В том Чтобы не пропускать И забивать Все что имеешь Что это Способ Против любой Команды Но все-таки Самый великий вопрос По-моему Назвать трех футболистов Это правда Кожич Боролся с ним Сухи Удается Армейцам Повыше Встречать Спартаковские Атаки Но пошире Через края Магдиди Ушел На дальнюю Бровку После своего Своей скучки Гнева здесь Начало Что-то попрохладнее Хуанда Убирает мяч Магдиди Очень хорошая возможность Ари И налево Да Магдиди 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 4-2-4 Старается Спартак играть Там-то и дело Что старается Пока не играет Удается сейчас ЦСКА цепляться За мяч На каждом участке Просто Восхищает С как бы Настойчивостью Они борются За каждый отскок Опасно могло получиться Если там еще один игрок Подошелся А вот сейчас И Меники Пытается Лучить за спину Всех И Аут Моментально игра Переместилась В самую близость От ворот ЦСКА Двумя касаниями Ну практически Одно слое Другое чужое И Макеев Который может бросить Далеко В район Вратарской И Меники И Томаш Неце По-моему отбивает мяч Нет это Понтус Понтус Ооо Понтус Высокий Понтус Все Два борются Его подержали руками И по-моему Нам еще и в руку Василий мяч попал Все так Ну что ж Подачи шли сегодня У Спартаковцев Отсюда вполне можно Отправить мяч в штрафную Дмитрий Камбаров Будет этим делом заниматься Подача Удар Мимо Ари Самый опасный Для вратарей Сегодня Поразительно судьба У этого игрока Сегодня Просто я Не устаю поражаться Может быть еще не вечер 12 минут впереди Знаешь вот Футболисты Иногда говорят Про футбольного бога Никак не персонифицируя Ну в общем так Говорят и говорят Еще говорят обычно Когда повезло А я вот задумываюсь О том Когда вот такие Потрясающие Сечения обстоятельств Происходят Два рикошета И свои ворота От нападающего Три-четыре момента У чужих ворота И ничего Такое чувство юмора Должно быть Какой-то персонифицированной Субстанции Я думаю Спартаковцы Легко назовут Подача Вот Для контрнаки Отличная возможность У армейцев Наплево фланги Тошечник Прямо стормозить Брызгалов Вернулся Бланда Нецит Алдонин Пришлось разворачиваться Назад Фонда Алдонин Наконец-то Вели мяч до секу А он себя довел Макеев Знаешь, в Краснодаре На стадионе Кубани Ну, есть, в Краснодаре Но когда играет Кубань На табло проводит такую игру Какая-то трибуна громче кричит Та и забивает гол До матча Но сейчас прибег Тем, что занимаются болельщики ЦСКА и Спартака Они по разные стороны И они пытаются друг друга перекричать И протолкнуть мяч Таким образом Банда Макеев Смотри-ка, обыгрывает двоих И зарабатывает угловой А то ты третий не лишний Ощущенников Ты не получил ли травму? Нет, вроде бы все В порядке Макгиди С угла поля Не получается, по-моему, подача у него И это он так и планировал Восходящий мяч Как раз к Иракезу и Менике Этот Дмитрий Камбаров Желтая была Ударение Или это Да, это Камбаров Спартака остается в десяти Ну, зачем же так торопиться Он еще не показал желтую Вот теперь Вот теперь Ну что ж, 81-я минута Дмитрий Камбаров отправляется в раздевалку Как и часто бывает Несколько очень жестких полов совершили спартаковцы Да, тут не вопрос Ты знаешь, по-моему, еще неделю назад Юрий Альберич Розенов сказал, что в этом матче тут точно красный А может быть это футбольный бог Как будто не было у мяча Тошич Автор двух голов со штрафных сегодня у ЦСКА Но сейчас в сторону от ворот будет мяч закручиваться, похоже Тогда вообще не будет закручиваться Хонда Зюбам Зюбам Сейчас на лавочку Спартака отправился Сослав Гатаков Зюбам У нее игры Усеку Ну а что? Чем не вклад в командную игру? Да, оставил соперника в меньшинстве Ведь не случайно, они где-то там в странном месте Да, в контратаке, для чего и выходил Макеев Направление именики Слышим мы голос Слуцкого Спокойно И Жора спокойно Брызгалов По-моему, Беридинов сейчас был с мячом Да, его на поле тяжело развлечить Я думаю, что его и заменят Зюбам Зюба борется, именики пытается помочь Евгений Алдунин А так ЦСКА не разбегается Все вот как прилипы к своему месту Вот только длинным пасом можно уйти вперед Что и делает Алдунин вместе с Секом И еще один штрафной Нет, уходит Ари Вместо него Гатаков остается играть Пять с половиной минут Плюс то, что еще добавит Алексей Николаев Командист Партак замена Вместо Ари Номер девятый Играет Аслан Гатагов Номер 77 И опять Тошич На сей раз это была подача Самая натуральная Ну, Ари Он не нашел, что-то Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Сухи На иминике Очень четко играет здесь Против иминике Георгий Щенников Иминике Нет, не подберет страхует виктор васин это же что в центре поля разыгрывает мяч менялся с хондой местами и продолжает тошич и и желтая кого-то на сути это маркс сухие номер семнадцатый команда спорта Показали помощь, показали карточку, можно продолжать игру. Показали помощь, показали карточку, можно продолжать игру. По-моему, он сейчас сыграл, честно говоря, в мяч. Я не очень хорошо видел, потому что там стоят силуэты около бродка и судьи резервного и Карпина, но, по-моему, судя по отскоку мяча, Макеев попал по нему. Миньки показывает желтую. Миньки, Маколаев, даже не посмотрел в сторону сегодня. И что особенно удивительно, сегодня Понтус обошелся без карточки, да? За игру рукой получает желтую миг. Вообще, у него практически в каждом матче есть предупреждение. Да, Валер Герберчон это перестал все нравиться. Тут совершенно явные жесты в адрес орбиты. Подача. Нэцет. Секу с мячом. Нужно идти в обыгрыше, зарабатывать что-нибудь. Нет. Вернбло. Акинфеев далеко бьет вперед. И почти точно. Атаков на месте защитника. Вернбло. Тошич. Вот потеря. Марек Сухи. Последняя минута на излете. Еще одна желтая карточка в сегодняшней игре. Нэцет. Да. Да. Ну, нэцет сыграл действительно грубо здесь. Да и грязный. И вот здесь. Дважды грязный. И простите. Ну что ж. Послать мяч к штрафной. И там будь что будет. Три минуты добавляет. Божий мазитель к основному времени. Нет. Перештрафной только армейские футболисты. И контратака. И справа кто-то бежит. Там требует мяч. Тошич. Спешить некуда. Ну и в итоге так просто потеряли мяч армейцы. Ну, это не чревато ничем. Потому что ЦСКА в середине поля стоит здесь стеной. Зюбам. Штрафной мяч. Белелединов. Вловой. А что, Рыбров? Артем, ну вперед уже. Пора идти, да. Конечно. Чего стоять? Нет, не пошел. Пошел. Посмотрим, что без Рыброва получится. Подача. Высокая дуга. Здесь мяч висит на штрафной. Очень слабый удар. В сторону ворота Кенфеева. Он подбирает мяч. И Тошич. Резвенько на Алдонина. Рыбров обедился назад. А только мяч оказался у Хонда. Опасно. Нет, не получается забить. Магидием. Зюбам. Задумано было неплохо. Здесь вот Зюба, конечно, преимущество в росте над Щенниковым. Но сейчас как раз смешная ситуация. Василий Перебил. Щенников идет и показывает парню, который мячи подает. Куда ты торопишься? Не торопись. А то ты ему уже пульнул мяч. Вот и приходится быстрее вести. Быстрее и подальше. Фродригос-то халил. И аут в пользу Спартака. Но остается сыграть уже буквально несколько секунд. И за это время, наверное, даже не успеется подойти к воротам. Чужим. Да, свисток Алексея Николаева. И... Субтитры создавал DimaTorzok